Дзинь! Друзья, раз всех приветствовать на канале 26 колесо. Сегодня у нас на обзоре флагманский велокомпьютер от компании Mielan. Велокомпьютер с навигацией Mielan NaviHood L1. Как будет построен сегодняшний обзор? Вначале общая техническая информация, потом по каждому пункту мы пройдемся подробнее. И в конце, как обычно, я сделаю свой итог по данному велокомпьютеру. Основные функции. Быстрый GPS старт, всего лишь 5 секунд. Весит прибор 115 грамм, размеры 10,5х6,5х2,4 см. Аккумулятор 1700 мА, 25 часов работы. 3500 км навигации. Поддерживает быструю зарядку Type-C. Алюминиевая база стандарта Garmin. Конфигуратор страниц в приложении. Экран 2,6 дюйма, черно-белый LCD. Поддержка всех типов датчиков, плюс беспроводной группы Shimano Di2. Отображение уведомления из мессенджеров, плюс отображение звонков. Цена примерно 130 долларов. Пару слов о том, как к вам приходит велокомпьютер. Вот такие симпатичные коробочки. Внутри само устройство, множество резиночек для крепления, пластиковая база, зарядный кабель и подробная инструкция. Размеры велокомпьютера. Давайте для наглядности покажу его со своим Hammerhead Karu 2. Как видите, устройство очень похоже. Это не маленький велокомпьютер, но он и не огромный, не гигантский. Примерно, я бы сказал бы, это такой вот средний размер. Значит, здесь у нас кнопка включения и выключения. Она же отвечает за подсветку. Однократное нажатие, активирует подсветку или выключает. Выключаю подсветку. Здесь кнопки масштаба. Они масштабируют наши данные. Можно долистать и будет всего лишь два поля больших. Соответственно, согласно вашему пресету. У меня сейчас стоит пресет, где 9 полей. Соответственно, эти кнопки масштабируют. Здесь у нас база. База крепления из металла. Здесь зарядный порт. И очень важная штука для меня и для всех людей, которым я об этом рассказал. Теперь это крепление для страховочного ремешка. Уже сразу есть обычные ушки. Лайкосик компании Милан. Обычные ушки, в которые вы вставляете обычный стандартный ремешок, который просто находите, просто берете где угодно, вставляете. Обычно не надо его докупать, как у компании Ваху. Ваху тебе дизлайк. Все, вставляете, фиксируете велокомпьютер на руль. Обязательно делайте это, потому что у нескольких знакомых уже были такие неприятные ситуации, когда они падали. Велокомп улетал и очень сильно разбивался. То есть, разбивался там экран. И это было очень обидно. Если бы он был закреплен на руле, он бы просто там повис. Возможно, он бы тоже ударился. Но, скорее всего, те люди, у которых случалась такая ситуация с ремешком, велокомпьютер, как правило, страдал значительно меньше. Поэтому, такой небольшой лайфхак, если у вас на велокомпьютере гармин, кару, да, в принципе, все, кроме Ваху. В Ваху получу еще дизлайк. Поэтому, must-have штука, вот эти ушки, значит, я посвятил им столько времени, ну, потому что устройство сейчас недешевое. И, значит, просто так упасть, а падаем мы частенько велосипедисты, да, и разбить его просто там на ровном месте. Поэтому обязательно, обязательно пользуйтесь этим страховочным ремешком. В самом начале я хотел бы обсудить внешний вид этого устройства. Давайте еще раз покажу его. Он у нас не прямоугольный, не скругленный. У него ярко выраженный дизайн, я бы сказал бы, вот этих вот устройств для выживальщиков. Такие рубленые грани, немножко грубоватый такой внешний вид. Какие-то защищенные мобильные телефоны, может быть, прикуриватели. Вот эти устройства, которыми заряжают бустеры, да, для автомобилей. В общем, что-то такое мужское, грубое, брутальное. Интересный дизайн. Это 100% будет отличать данное устройство от других. Он не похож ни на один велокомпьютер, который представлен сейчас на рынке. Ну, и точно, да, заслуживает внимания, чтобы обратить вот на этот интересный внешний вид. Весит велокомпьютер 115 грамм. Я не назвал бы его тяжелым. Такой довольно комфортный вес. Он сделан весь из пластика, кроме вот этой вот задней металлической базы Garmin Type, о которой мы поговорим чуть-чуть позднее. Вот она единственная сделана из металла. Соответственно, весь основной велоком у нас такого прочного пластика. Он ощущается нормальным по весу. То есть он не ощущается тяжелым, он не ощущается легким. Такой вот средний, средневвешенный вес. Производитель заявляет о быстром GPS старте в 5 секунд. Мы сейчас находимся в помещении с толстыми бетонными стенами, поэтому, соответственно, GPS старта у нас не будет. Ну, давайте я его выключил и сейчас включу, посмотрите. Он включается, я бы сказал бы, не то, что 5 секунд, а вообще 3 секунды. Так я там не вижу, включился он уже. Да, он уже включился. Секундомера я поставлю, да, в процессе, как он будет включаться. Можно выключить, выключается он. Получается, он тоже очень быстро. Давайте я сейчас нажму. Он быстро, он действительно быстро ловит датчики. И меня поразила скорость включения. Это вообще что-то нечто. То есть нажимаешь на кнопку, буквально там раз, два, все, он уже работает, уже можно ехать. Ну, то есть поездку уже он будет считать, даже если вы находитесь где-то в таких условиях, что GPS там не поймать. В любом случае его подхватят там потом. Но уже расстояние, скорость, все остальное он начнет считать. И, короче говоря, буквально за 3 секунды уже можно начать ехать, отслеживать свою активность. Аккумулятор здесь на 1700 мА. Производитель заявляет 25 часов работы или 3,5 тысячи километров. Здесь черно-белый монохромный LCD экран. Поэтому эти данные, я думаю, они вполне себе приближены к реальности. У меня не было возможности, к сожалению, протестировать его на длительные дистанции или на длительное количество часов. Потому что у нас зима, настоящая холодная зима. Несколько дней я его тестировал. Ну, там буквально час, полчаса. Вот так вот, потому что у нас была зима. Ну, и сейчас продолжается 25 градусов. Даже было и 20. В общем, реальный, реальный такой мороз. Компьютер себя показал очень хорошо. До того хорошо, что, значит, эти все мои тесты, которые я проводил, я его не подзаряжал. Я его один раз зарядил до сотки, и потом несколько дней с ним выезжал. Один, второй, третий раз, четвертый. Значит, и он до сих пор там 60 с чем-то процентов показывает. Я уверен, что он будет очень хорошо держать батарею. Батарея имеет нормальные размеры и экран, который не пожирающий. Если, кстати, у него присутствует подсветка, да, если ее еще не включать, ну, днем она не нужна, вечером она тоже такая не яркая, но все читаемая. Подсветка активируется на кнопку включения. Видите, коротким нажатием она включается и выключается. Вот так вот. Про площадку крепления Garmin Type. Вот она с задней стороны устройства. Она сделана из металла, из алюминия. Производитель отдельно об этом говорит, что у нас не пластиковая база, а металлическая. Считаю, естественно, это плюсом, большим плюсом, потому что со временем сложно сломать этот пластик. Кто бы там что ни говорил, я бы сказал, даже невозможно. Нужно умудриться, чтобы отломать вот эту вот базу крепления, площадку. Но это можно сделать, это можно. Здесь, в принципе, это практически невозможно сломать алюминиевую базу. Но момент даже не в том, что ее можно сломать, как я уже сказал, это практически невозможно. А в том, что пластик, он вырабатывается со временем, действительно вырабатывается. И может, и появляется люфт. То есть, в момент крепления у вас он начинает немножко вот так вот уже люфтить и тарахтеть. Это неизбежный процесс, потому что пластик, в любом случае, будет изнашиваться. Здесь этот процесс будет либо вообще там отсутствовать, ну только лишь на базе, смотря какая у вас там база. Либо он будет проходить значительно медленнее. То есть, давайте зафиксируем. Это, безусловно, приятный момент этого устройства. По поводу экрана. Это 2,6 дюйма LCD черно-белый экран с подсветкой. Подсветка активируется, как я уже говорил, кнопкой включения. Один раз вы ее жмете и, соответственно, один раз обратно она включается и выключается. По поводу экрана. Экран у него в самый раз. В самый раз. Не маленький, но и не огромный. Можно было его сделать больше? Да, наверное, можно было. Ну, это уже, наверное, другое устройство, которое стоило бы подороже, значительно дороже. В общем, здесь какой-то такой средний экран. На нем все читаемо. Чуть дальше мы рассмотрим конфигуратор страниц и то, как устроены в нем поля на отображение информации. Соответственно, здесь, ну, в словах здесь можно масштабировать. Вот вы нажимаете на эту кнопку и увеличиваете поля. Два поля здесь остается. Вот одно поле, кстати, к сожалению, мы не можем делать. Вот, допустим, скорость или там свой пульс, чтобы одно значение было. То есть два. Два значения. Ну, и до самых маленьких здесь, по-моему, то ли 10, то ли 9, то ли 11. В общем, много полей помещается. Соответственно, все читаемо. Можно масштабировать и оставить там 4 или даже 2 самых главных поля. И на этом экране все без проблем можно разглядеть. Короче, экран здесь мне понравился. Черно-белый экран. Еще раз, да, отметим. Естественно, это плюс, что черно-белый будет хорошо держать батареи. Ну, из минусов, естественно, по сравнению с какими-то дорогими велокомпьютерами, у которых все цветное. Навигация там красивая. И, наверное, самый интересный такой момент этих цветных навигаторов, что можно настроить зоны свои, когда тренируешься, да, и у тебя через S там или Cadence или что-то еще там мощность выскакивает из пороговых значений, да, там, ну, в навигаторе появляется такая индикация классная. Там оранжевая, уже красная, ну, и так далее. Ты уже видишь, просто ты можешь даже на данные не смотреть, видишь, что навигатор уже показывает каким-то там цветами вот этими вот переходящими туда в красный и так далее, и так далее. Ты уже видишь, что ты в опасной зоне. В общем, здесь, естественно, это все недоступно. Ну, как и у любого явления, есть плюсы и минусы. И плюс этого экрана, естественно, это автономность, ну, минус и такое красивое отображение информации. Обязательно нужно поговорить про фирменное приложение Милан, с помощью которого можно настраивать данный велокомпьютер, настраивать под себя все страницы и все остальное выводить, все функции там убирать и так далее. Приложение это нужно похвалить. Приложение реально очень классное, оно продуманное. Я, когда начал им пользоваться, даже не ожидал, что у китайского велокомпьютера может быть такое продуманное приложение. Обычно эти приложения делаются там вот так вот на отвали, просто чтобы оно было, ты заходишь, оно просто кривое, косое, там как-то не работает. Но здесь, ребята, это сразу. Компьютер мгновенно к нему подключается, все находит, и вы начинаете буквально, оно интуитивно, хорошо очень сделано. Мне оно напомнило приложение от Ваху, которое классное приложение от Ваху. Оно продуманное и вообще очень удобное. Так вот, вот это приложение «Милан» мне сразу напомнило приложение от Ваху, где просто ты заходишь, все понятно. и буквально там раз 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 и настраиваешь свой свой компьютер значит у него там множество вкладок основные настройки в общем и так далее так далее но я хотел бы поговорить про конфигуратор страниц о котором я говорил вначале это удобная очень штука значит как здесь все работает у вас есть так называемые пресеты это очень похоже то что дело garmin своем приложении то есть вы не можете менять эти пресеты но внутри пресета вы соответственно можете менять поля как хотите здесь сейчас стоит скорость да там у нас silhouette и поля дальше располагается в порядке в котором они мне удобны соответственно можно менять местами как хотите скорость переставить сюда часс peri ставить туда батарею перестають туда все это можно менять местами в приложении там по одному клику но нельзя менять вот эти вот пресета при сет такой да здесь вот большое большое у нас поле и дальше там 8 маленьких примеров вот вы не можете поменять эту конфигурацию сделать допустим большой еще большое всем или шесть маленьких вот эти пресеты они остаются пресет по навигации их достаточно много можно выбрать условно там свои любимые отображаются они так там есть такой значит иконка глазика вы нажимаете и она скрывается там их много и вы нажимаете на эти иконки глазика допустим оставляйте два или три и вот у вас остается два они листаются вот по кругу вот этой кнопкой крайне вы листаете все по кругу если вы оставите там условно 4 приседа вот их будете почти 4 по кругу листать небольшое такое огорчение что нельзя вот сделать полностью свой пресет всем я хотел бы сделать какой-то условный пресет где у меня там три таких больших поле я могла сайт только три поля и все но здесь нельзя можно просто масштабировать это кстати большой плюс что можно масштабировать и дойти допустим до двух полей вот смотрите вот если стая осталось два поля на этом у нас расстояние и скорость все одно поле к сожалению мы не можем носить но два поля можем короче говоря это удобная штука конфигуратор страниц и очень хорошо настраивается и можно вводить там свои любимые по навигации точно так же кстати как и ваху у вас есть карта и вы можете внизу там два поля их тоже настроить там расстояние до цели текущая скорость или там время и так далее этому приложению от компании милан я оставлю то что лайк я ставлю сразу несколько таких больших больших лайков стоит этот вела компьютер примерно 130 долларов почему говорю примерно и доллар потому что у нас он пока не продается он продается на амазоне и за границей в общем его можно купить на алиэкспресс кстати его тоже нельзя купить по крайней мере до последнего времени нельзя было компания милан я так понял они активно активно собираются зайти сейчас на наш рынок и соответственно они активно разрабатывать какие-то новые устройства поэтому я думаю ближайшее время мы увидим множество приборов от компании милан как раз уже и на нашем рынке по поводу цены у него есть ряд функций естественно быстрый очень старт это стабильная работа хороший аккумулятор вот база металлическая в общем и целом это достаточно достаточно хорошая крепкое такое устройство крепкое по качеству имеется ввиду а поэтому напишите кстати как вам такая цена и какие еще варианты я знаю что сейчас появилось очень много велокомпьютеров я говорю я просто я за ним не слежу потому что у меня есть свой личный велокомпьютер это кстати велокомпьютер естественно я тоже буду использовать наверное как велокомпьютер б может быть длительных каких-то путешествиях пас как постраховочный велокомпьютер почему бы нет вполне вполне себе он подойдет на на эту роль еще раз да к вам большая польза напишите по цене что сейчас у нас на рынке присутствует что сколько стоит в комментариях это тоже обязательно обсудим давайте теперь обсудим навигацию этого велокомпьютера здесь реализована навигация называемая по ниточке что это значит я для себя выделяют три типа навигации первый тип это стандартный карта и ваш путь со стрелочкой то есть вы видите карту и ваше направление стрелочку куда вы движетесь соответственно прибор тоже говорит вам о поворотах второй тип по ниточке это как здесь то есть вы видите ваш путь стрелочку направления движения прибор но он предупреждает о поворотах но у вас нет карты то есть вокруг вы не видите дома дороги и так далее просто вы как будто движетесь в таком вот космосе прибор предупреждает о поворотах он говорит там через 50 метров поворачивай налево направо и двигайся прямо мы при этом вы видите ваш путь дальнейшие да ну соответственно разобраться здесь несложно то есть увидите что вам нужно ехать куда-то да и прибор еще и говорит там через 20 метров езжай прямо то есть не поворачивай какие там развивка вот и третий тип это просто стрелочки на экране через пяти метров поневidi сюда повернуть сюда вот и просто стрелки влево вправо и прям все такой средний тип навигации я признаюсь честно давно мечтал попробовать вообще что из себя представляет в этот тип навигации по ниточке когда у вас нет карты вы просто движетесь просто движетесь видите свое направление и видите ваш путь ваш трек ну и как раз вот представила счастливая возможность это все опробовать соответственно вопрос насколько жизнеспособна эта технология отвечаю вполне себе жизнеспособным поэтому навигатору вполне себе можно жить можно ездить можно прокладывать треки и двигаться по ним как я уже говорил он дублирует ваш путь еще и стрелками предупреждением о поворотах то есть у вас не просто там какая-то стрелочка одна где вы просто едете и там следите за этой стрелочкой чтобы левее правее держаться да то есть перед поворотами он вам говорит поворачивай сюда двигайся прямо то есть понятно уже если вы сворачиваете с маршрута примеру вас дорога идет прям вы свернули и движетесь допустим параллельно он не перестраивает маршрут у вас остается основной ваш путь но при этом он показывает где сейчас вы находитесь и вы видите что вы отклонились условно от трека ваш трек он где-то допустим там рядом или вы вообще другую сторону сторону поехать потому что у вас есть стрелочка на и направление будет показывать в другую сторону развернуться в общем и целом довольно понятно все понятно все здесь работает разобраться в этом можно без проблем не то что без проблем а это вполне себе рабочая схема я сказал бы так просто мой текущий велонавигатор ну это обычный hammerhead кару 2 у которого есть карта и полноценная обычно навигация которой мы привыкли но вот эта вот схема она вполне как я уже говорил вполне себе рабочая без проблем можно ориентироваться без проблем можно ездить в общем загружать треки сюда можно из приложения в приложении очень удобно их создавать буквально пару кликов и делаете соответственно создается трек тут же нажимаете отправить на устройство все через секунду он уже на устройстве интересно что треки когда прилетают на устройство они никак здесь не назван то есть они просто по номерам и соответственно последний трек который там прилетел можно посмотреть приложение его номера здесь уже выбрать и он активируется вы нажимаете старт все и начинаете движение значит по поводу больших треков большие треки большие по километражу большие которые увесистые такие компании milan рекомендуют загружать с помощью компьютера то есть заранее его нужно загрузить на компьютер подключить вела навигатор уже компьютеру к персональному соответственно по кабелю но кинуть трек большой трек сюда это неудобство это сто процентов неудобства я думаю в каких-то следующих версиях они это допилят и можно будет и большие треки в том числе тоже загружать через приложение он поддерживает кому-то страву весна вот эти все самые такие популярные сервисы в итоге самый удобный способ добавить на устройство трек это создать его приложение и буквально через пару секунд можно отправить сюда и уже отправляться свою поездку по поводу датчиков устройство без проблем видит и подключает все датчики у меня здесь датчик сердцебиение от компании milan то есть он без проблем быстро нашел подключил также датчики каденса также как я говорил он принимает сообщение из мессенджеров и звонки для этого нужно подключить через тоже удобное приложение milan и соответственно все это очень хорошо работает друзья ну что сегодня у нас на обзоре был велокомпьютер с функцией навигации от компании milan milan navihood l1 я очень жду у вас комментариях напишите пожалуйста про этот навигатор и про другие навигаторы потому что как я уже говорил сейчас очень много велокомпьютеров появилось на рынке они появились и выходят и выходят почти все компании сейчас и китайские которые мы видели раньше там они делали только какие-то простейшие устройства они сейчас стали очень серьезно заниматься велокомпьютерами и выпустили достаточно таких ну можно сказать хороших уже устройств на рынок я не буду называть эти фирмы потому что вы их все знаете и в комментариях как раз напишите дело компьютеров сейчас очень много реально вот допустим вот этот компьютер один из них тоже очень интересный комп нужно подождать последить за компанией milan что они там еще сделаю потому что то как сделано их приложение к примеру говорит о том что ребята серьезно занимаются они очень хорошо разрабатывать приложение реально вообще супер классно удобно соответственно это велокомпьютер будет развиваться и выйдут еще сто процентов новые устройства поэтому будем посмотреть как это говорится будем ждать новых на каких-то велокомпов и вообще продукции от компании milan будем следить за этой фирмой я жду вас комментариях напишите какие-то новиночки что удалось вам прикупить из навигаторов что удалось найти какие интересные там устройства навигация и так далее обязательно про этот про этот велокомп напишите как вам его внешний вид да интересно интересно такой брутальный брутальные грани такие рублены ну и все остальные функции естественно тоже цена там экран дальнобойность и все 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 обсудим в комментариях как обычно были на канале 26 колесо не пропадайте всего хорошего пока